Привет, друзья! Вот и настала холодная осенняя погода, и я хотел поделиться с вами своим видением иммунитета, как его укреплять, закалять, как никогда не болеть. Я давно уже этого придерживаюсь и не болею практически совершенно. За последние несколько лет у меня один раз было воспаление в горле локальное, а так, чтобы целиком я заболел и лежал, такого не было уже, я не помню сколько. И вы знаете, лучше меня и давно, много лет назад, об иммунитете, о том, как его содержать в правильной форме, высказался американский ныне покойный стендапер Джордж Карлин. И ссылочку на это видео про иммунную систему я предлагаю в описании, но сразу предупреждаю, что там много матершины, потому что, к сожалению, у американских стендаперов без мата совсем никак не получается. Поэтому берегите там ушки и беременных женщин и деток, держите подальше от этой ссылки. Но я все-таки основное вам перескажу, ну и вообще, как я себя веду, как я поступаю. Я всегда, когда хорошо себя чувствую, осматриваю еду, которую я ем, в основном это овощи, фрукты и каши, но каши не в счет, они там стерильные, красивые, герметичные упаковки и все такое. А вот всякие яблоки, всякая там морковка, всякое-всякое-всякое, то, что я покупаю в магазине, я смотрю, чтобы на этом не было именно химических каких-то веществ нанесенных, явных. И если это более-менее просто вот какие-то яблоки, но их там могли трогать руками разные непонятные люди, они могли валяться по земле и всякое такое, но они не намазаны каким-то странным составом, на них нет там белых разводов от какой-то извести, то я их специально ем всегда немытыми, потому что, как сказал Джордж Карлин, и я то же самое сам себе вывел, независимо от него, моя иммунная система должна тренироваться, потому что как она устроена вообще? Иммунная система это нечто такое вроде антивируса программного в компьютере, он собирает данные о каких-то непонятных странных программах, отправляет их в центр, где это все там обрабатывается и разрабатываются методы борьбы против этих антивирусов, и эти методы новые вырабатываются. Если не собирать данные о новых каких-то странных программах, о троянах и вирусах, то программа не сможет защищаться от них, то есть сбор данных обязательно должен быть постоянно со всего мира, со всех компьютеров, а в едином центре это все быстро там обрабатывается, и потом обновление базы расходится всем абонентам, то есть один столкнулся с каким-то случаем, а миллионом абонентов разойдется обновление. У нас организм устроен приблизительно подобным образом, микробы вокруг разные есть и внутри нас в кишечнике живут все виды микробов, которые вы боитесь, что вот они какие-то опасные, они все равно уже живут внутри нас, и только иммунная система сдерживает их от того, чтобы они не проникли, не попали в кровь, не начали нас есть, иммунная система их держит в узде, не дает им проникнуть туда, куда нельзя. Так вот, наша иммунная система, она адаптируется вслед за микробами, которые в естественной среде постепенно мутируют, они живут и разные там источники влияют на них при копировании их там какого-то, ну не знаю там насчет ДНК, это у нас дезоксирибонуклеиновая кислота, у всяких микробов там есть рибонуклеиновая кислота, есть вообще там какие-то безъядерные простейшие, я не разбираюсь, какие именно микробы нас едят, какие нет, но все равно они постепенно мутируют, изменяются, и вирусы постепенно мутируют, изменяются, ну у вирусов-то точно рибонуклеиновая кислота есть. Так вот, наш организм сталкивается с новыми, немножко измененными видами, и наша, ну получается, она реагирует обновлением, то есть вырабатывает новые антитела против вируса. А лейкоциты учатся бороться с новыми микробами, ну собственно говоря, они всегда одинаково борются, но что касается вирусов, то точно антитела новые вырабатываются. Если изолироваться в стерильной среде, пройдет какое-то значительное время, микробы вокруг в природе мутировали, изменялись, мутировали, изменялись, а ваш организм не знал, как это все происходит, ну не участвовал в этом процессе, получается, потом, когда все-таки прорвутся к вам какие-то микробы, а вы не можете, моя руки с мылом, вы не можете изолироваться от микробов, вы можете очень сильно стараться, содержать свой дом вот в стерильном состоянии, уехать куда-то все там через кондиционеры, фильтры какие-то. Да, вы оградите себя от многих микробов, но потом, когда вы все-таки выйдете из дома, вы можете очень сильно заболеть, потому что вам придется столкнуться с микробами, которые много раз уже мутировали и обновились, а ваша иммунная система не в курсе. Поэтому, еще раз повторяю, когда я чувствую себя хорошо, когда я бодр, энергичен, у меня все классно, я специально ем различные фрукты и овощи немытыми. То есть, конечно, если я вижу там землю какую-то на морковке, естественно, я все это смываю и там чищу ее, но если она более-менее такая есть, еще на, ну не знаю, чем-то шершавым таким обтирают, как будто наждачная бумага, и она такая вся уже так полупомытая, полупочищенная, и так все с ней хорошо, я просто могу ее брать и там в смузи, ну забрасывать в блендер, и все нормально. Я постоянно, и как Джордж Карлин сказал, когда у меня еда падает на пол, я поднимаю ее и жиру, понятно? Так вот, я тоже поднимаю еду с пола, если она упала, и специально ем ее с микробами. Конечно, пол бывает разной степени чистоты, да, сейчас там, ну извините, если кто-то ест, да, аккуратно, пожалуйста. Если на полу, там, ну реально там что-то нехорошо делается, и поднимаешь еду, а к ней там ворс прилип всяческий, ну естественно, это кушать не будешь, то есть помоешь, либо, ну выбросишь, либо я могу помыть и съесть. Но если пол так более-менее нормальный, упала, ну как бы вроде бы, вроде бы там покаталась, повалялась, микробы собрала какие-то на себя, да? Нет, я все равно ем. Таким образом, мой организм постоянно получает обновления, постоянно получает закалку. Он постоянно имеет дело с новейшими видами микробов, и знает, под что нужно адаптироваться, он знает все последние новости, с чем нужно иметь дело. Хорошо, а что же я делаю, когда вдруг что-то немножко не так? Чувствуешь себя каким-то переутомленным, как-то неуверенно себя ощущаешь, где-то спина там промокла, простыла, где-то как-то там под палящим солнцем целый день, допустим, с покупками ходил, вернулся, такой весь усталый. Вот тогда я делаю совершенно наоборот. Я не, скажем так, не взаимодействую с этими всеми микробами, да? То есть я наоборот стараюсь себя максимально оградить от всего. И я, если чувствую какое-то недомогание, я аккуратненько ложусь, отдыхаю. Я не ем, ну, скажем так, сложную и тяжелую еду. Я и так не ем, но, скажем так, из того своего рациона, который я употребляю, я стараюсь все равно еще такое самое что-то попроще кушать и не кушать много. То есть можно и просто наделать себе самого классного, самого экологичного овощного салатика, да? И объесться им вот так под горло. Я этого не делаю, если я чувствую недомогание. Я немножечко кушаю легкие какие-то витаминчики. Это могут быть какие-то овощи, а могут быть какие-то мандаринки, всякое разное. И горизонтальное положение принимаю. Почему горизонтальное? Об этом нужно отдельно смотреть мое видео, как твое кресло тебя убивает. Там рассказывается про кровообращение, почему обязательно горизонтально нужно. То есть я лежу, даже не сижу, не занимаюсь какой-то мыслительной деятельностью напряженной. Просто отдыхаю, витаминчики. Таким образом, мой организм, когда здоров, энергичен и весел, все время получает обновление вирусной базы. И все время знает, с чем ему бороться. Все время готов к труду и обороне. Как только недомогание, сразу я максимально экономлю свои ресурсы. Не загружаю свою пищеварительную систему. Не загружаю опорно-двигательный аппарат. Не загружаю мозг. Я просто лежу, отдыхаю и предоставляю организму полностью, качественно, эффективно заняться тем, что во мне не так. Ну и в совокупности со здоровым питанием, как я уже сказал, это привело к тому, что за последние, я уже не помню там сколько, несколько лет, вот у меня было одно воспаление вот здесь в горле. Временное, локальное, а так больше все. Вообще никаких ни гриппа, ничего, никаких болезней по сезону. И, возможно, кто-то из вас захочет перенять такой опыт. Ребят, холодно, действительно, насморк, погода ужасная. Постоянно я понимаю, что у многих ноги промокают. У меня даже тут один раз ноги промокли, не надел хорошую обувь. Поэтому держитесь, давайте закалять свой иммунитет. Давайте он будет уметь обращаться с микробами. И давайте его не напрягать, когда мы чувствуем себя неуверенно. Надеюсь, кому-то помогло. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok